Большинство нижегородцев используют мат-капитал на улучшение жилищных условий. В этом жители нашего региона не стали исключением. Самая объемная и популярная мера поддержки семей в России чаще всего идет на покупку жилья. Если, например, про прошлый год мы говорим, то у нас было выдано всего оформлено сертификатов порядка 9200 сертификатов на материнский капитал. И что-то около 6000 нижегородцев потратили их именно на улучшение жилищных условий. С 1 февраля материнский капитал проиндектировали на 7,4%. Теперь на первого ребенка родители могут получить 630 тысяч рублей, на второго – 833 тысячи. Как только родился ребенок, в личном кабинете на портале госуслуги у мамы появляется электронный сертификат. Через сервис родители могут подать заявление на использование маткапитала, а также посмотреть остаток, если деньги оттуда потрачены не полностью. Если средства маткапитала израсходованы не полностью семьей, то индексация происходит и в отношении этого остатка. Если мама или получатель средств материнского капитала по тем или иным причинам не может, не хочет использовать личный кабинет на портале госуслуг, то они могут обратиться в клиентскую службу социального фонда России, и им будет напечатан бумажный аналог, если такая необходимость имеется. С 2024 года отцы, которые используют средства маткапитала, могут направить их на накопительную часть пенсии. До этого так могли делать только мамы. Проиндексировали также единое пособие на детей. Единое пособие – это новое пособие. Напомню, что оно объединило в себе пять пособий, которые выплачивались на различные категории семей с детьми. Это дети до трех лет, от трех до семи, от восьми до семнадцати лет. То есть все эти пособия были объединены в одно. И в прошлом году мы выплатили данного вида пособий почти на 16 миллиардов рублей по Нижегородской области. Если говорить о получателях, то это порядка 166 тысяч малышей и около 5000 беременных мам. С этого года по решению президента родители, которые вышли на полный рабочий день до достижения малышом полутора лет, продолжат получать выплату по уходу за ребенком. При назначении любого вида пособия семьям участников СВО не учитываются доходы бойца. Существует отдельная выплата для детей военнослужащих – около 15,5 тысяч рублей. Школьникам выделяют средства на летний отдых. Любую информацию можно уточнить в Социальном фонде России. Группы ведомства есть во всех социальных сетях.